Привет всем Ижим! И да, как видите, мы сегодня играем Company of Crime. Игра, по сути, представляет из себя пошагово у крёстного отца. Ну, была такая игрушка по фильму на две части. Довольно добрая, старая. Там можно было запугивать своих противников, кидать их в стену, душить. В общем, да, она мне действительно нравилась. Преступники и полицейские. Две компании. Преступники, заставьте местных жителей уважать и бояться вас, чтобы упрощить свою власть и получить возможность захватывать новые районы. Захватывайте заведение, чтобы получить больше ресурсов и усилить свою банду. Уничтожьте остальные преступные группировки и станьте главой организованной преступности. Что ж, ну, прям какая-то семья Сопрано. Но давай, наверное, посмотрим полицейских. Поручайте сержантам искать подозрительные заведения. Находите владельцев заведений и сверирайте улики. Совершайте налеты на заведения и арестовывайте лидеров криминальных группировок, чтобы победить преступность в Лондоне. Но, как мы знаем, главная преступность, она чаще всего в верхушках власти. Но давай попробуем поиграть за полицию. Я думаю, за неё довольно мало кто будет играть, так что у нас будет нестандартный довольно геймплей. Легкотня, стандарт и настоящий ад. Давай попробуем среднюю сложность. Что ж, и вот наше начало игры, которое, судя по всему, происходит с ограбления магазина. Довольно симпатичный магазин, много довольно деталей и... Да, выглядит очень даже приятно. Видно, что поработали над картой Грэм. А вот и наш главный персонаж. 29 лет, молодой констабель. На помощь! Что здесь происходит? Полиция, руки вверх, встань на колени, живо! Чёрт, Нейт, у нас гости, беги! В ходе тактического задания. Ваша главная цель – арестовать преступников. Вероятность успешного ареста повышается, если обойти их с фланга. Ну, давай попробуем. 78%. Задача выполнена... Нейт, коп меня сцапал! Ммм, так. Я уж думал, игра зависла. Ну всё, коп, тебе крышка. Воу-воу-воу, он перепрыгнул через витрину, вы это видели? Что ж, довольно неплохо для пошаговой игры. Ну, что ж, удар появится. 70%. При ней некоторых навыков причиняет атаку боль, что может вызвать деориентацию персонажа. Ну, ты уж прости меня. Критический девять. Так, и теперь мы можем произвести арест. Задача выполнена. Отлично. Использовать чрезмерную силу и арестовать двух преступников. Ювелирный магазин «Успех». Рейтинг идеальный. Преступников, которых я поймал, звали Элис и Натаниэль. Пары ребят из Эст-Энда, которым захотелось лёгкой жизни. Не знаю, что с ними стало, но парень и раньше вёл нечистые дела. Так что, скорее всего, легко он не оделается. Мне повезло оказаться рядом с ювелирным магазином, как раз в нужный момент. Начальник сделал мне выговор за то, что я произвёл арест без подкрепления. Но в тот момент я был не при исполнении. А ситуация требовала немедленного вмешательства. Кто-то наверху, похоже, был другого мнения, потому что чуть позже меня повысили до инспектора и перевели в элитный отдел Скотланд-Ярда. Летучий отряд. Ну, неплохо. Поздравляю с повышением. Патрулировать Ньюим. Патрулирование района может выявить подозрительное заведение. Ваш главный ресурс – это сержанты. Они могут вести патрулирование, пока ваши детективы занимаются расследованием. Так, в ходу карьеры число сержантов в вашем распоряжении будет увеличиваться. Так, ну давай попробуем. А это панда-поршни, против которой мы ведем свои расследования. Так. Полицейский участок. Ну, давай выставим патрули. Так. Довольно неплохо, что тут во время ожидания что-то происходит. Вы нашли подозрительное заведение. Теперь давайте разберемся, кому оно принадлежит. Жертве рэкета или преступной группировке. Так, и что мы можем с ним сделать? Похоже, что ничего. Погоди-ка, а это что за ключик? А, это следователь наш. Ну, давай выставим побольше людей. Возможно, это как-то нам поможет. Так, патрули. Искать информатора. Здесь мы будем повышать уровень безопасности. Ну, а тут побольше патрулей. Отлично. Репортер в беде. Поступила информация о том, что рядом с пабом Серый Волк происходит ограбление. С мелкими преступлениями должны разбираться ли сержанты и констебли. Но, раз уж летучий отряд на месте, то тоже можешь заняться этим делом. Ну, ладно. Отпусти меня, громила! Да, конечно, мы просто хотим взглянуть на твою камеру. Убери руки! В рига у тебя есть очень красивые снимки. Может быть, даже с нами. Мы хотели бы взглянуть на пленку. На помощь на меня напали! Полиция, отпусти женщину и иди отсюда! Похоже, свиньи уже здесь. Ладно, девочка, мы с тобой позже разберемся. Так, ну что ж. Это, судя по всему, какие-то байкеры. Так что, наверное, мы можем начать свою атаку. 70% шанса успеха. Давай, сразу. Уф! Но она промахнулась. Так, отлично. Что мы можем сделать? Выцарпать глаза. Ну, давай попробуем. О, боже! Он точно полицейский. Судя по всему, да. Так, 95%. 75%. Ну, лучше, конечно, было бы атаковать сзади. Но, ладно, давай все-таки зайдем спереди. Так. Почти вывели его из строя. Что ж. А тут мы можем его добить уже. Так. Промахнулся. 87% шанса того, что мы его арестуем. Да, у нас получилось. Пока что все очень даже хорошо. И из наших никто не пострадал. Что немаловажно. Так. О, нет, нет, нет. Я не хотел так заходить. Черт. Отлично. Ау. Это было больно. А, мне показалось, что тут можно подраться. Так, он сделал... Отлично. Так, он сделал провокацию, но у него не получилось. Хм. Вроде бы не так все плохо. Да, они довольно часто пытаются спровоцировать, но у них не получается. Так. Что ж, давай попытаемся отбиться. Что мы можем сделать? Дар по яйцам. Подожди, а мы можем арестовать... Другого персонажа? Нет, нет, нет. Не тебя. А, тебя мы просто забьем. Или тебя забить. 90 процентов. А мы можем как-то, может быть, удар головой? Нет, нет. Давай просто сзади бей. Отлично. Так, теперь у нас... Этот ходит. 8. 10. 8 шансов успеха. Давай. Арест. Еще один под арестом. Так. Что у нас? Да, мы могли бы... Нет. Я даже не знаю, стоит ли заходить нам... А, это наш детектив. Хм. Слушай, ну она атакует его вот с этой стороны. Понимаешь? Поэтому... Эх, ну... Что-то надо делать. А, нет, нет, нет. Зачем я арест выбрал? Так, она... Да, она просто вернулась. Так, ну давай тогда просто забьем ее. 88. Да елки! А, нет. Опять не получилось. И она отбивается стулом. И бьет об стену. Господи. Да, все-таки ранения у нас будут. Так, она делает провокацию. И это срабатывает. Зачем-то указывает на нашего криминалиста. Так, гражданские вроде бы ничего не сделали. 77% шанса успеха ареста. Давай. Да елки-палки, как же так? Оно вернулось. Ладно, просто... Тебя забьем. Да и... Опять не получилось. Давай еще один арест. Да. На этот раз сработало. Ну... Теперь мы можем... Просто... Да, давай отбиваться. Да елки, он промахнулся. Как это вообще происходит? Опять промахнулся. Ладно. Так. 51 шанс успеха. Давай просто отбиваться. Один раз только попал. Из четырех раз один раз попал. Вот ты... Вот как это вообще работает? Так, Грэм, я на тебя надеюсь. Ты все-таки у нас самый сильный в этом отряде, поэтому... Ах, давай ты ее просто будешь бить. Отлично, вывели из строя. А вот и наш репортер. Можно спросить, куда ты, мать твою, идешь? А, это из-за официантки, которая стояла там. Она загородила ей путь. И, видимо, ей пришлось вот так вот все обходить. О, боже. Спасибо, что спасли меня от этих громил. Да бросьте. Детектив Грэм Брукс к вашим услугам. Аннабелла Крофт. Рад познакомиться, мисс Крофт. Вы не знаете, почему они к вам приставали. Я репортер из Лондона. В данный момент работаю над статьей о бандах из Энда. Эти люди-байкеры из банды под названием Поршни. Полагаю, что они вымогают деньги у хозяев местных заведений. Но никто в этом не сознается. Поршни приходят за деньгами каждый месяц. Последний раз я их сфотографировала. Они меня заметили и попытались отнять у меня автоаппарат. Я бы мог заняться этим делом. Может, пришлете мне копии фотографий? Разумеется, но только через день или два. Видимо, сначала хочет выпустить свою статью. Отправится в штаб-квартиру. Сюжет «Серый волк». Рейтинг великолепно. Ну, прошло на самом деле так себе. Два ранения. И да, кто-то, видимо, попадет в больницу после этого. Так, ну, кто-то у нас получил уровень. Возмездие. Боец может контратаковать после неудачной вражеской атаки. Да! Учитывая, как часто они промахиваются, это довольно важно. Прижать врага. Если он сдвинется с места, то будет атакован. Ходов на восстановление два. Да, давай попробуем. Так. Сообщение на Белла. Поршни определенно что-то затевают. Я доставил фотографии в офис вместе со списком заведений. У владельцев, в которых банды предположительно вымогают деньги. Правда, никаких догадательств у меня нет. Если появится что-то новое, я непременно сообщу. И надеюсь, что вы поступите так же. Неофициально, разумеется. Что ж, у нас теперь есть связи. Снизить уровень преступности. Так, да. У нас, кстати, уровень преступности, ну, не такой уж и высокий. Безопасность у нас относительно высокая. Давай попробуем набрать себе новую команду. Сейчас у нас в отряде щука, художник и ботинок. Звучит как зэковские какие-то... Ну да. Парикмахер, ворона, две пушки, гвоздь, весельчак и гробовщик. Это точно полицейские. Ладно, давай возьмем гробовщика. Возьмем гвоздя. И, наверное, ворону. Или парикмахера. Это у нас, получается, криминалист, а это следователь. Ну, давай попробуем следователя. Так-с. Что ж. Вначале, как видишь, у нас открыто сразу два навыка, но в дальнейшем мы выбираем на втором уровне один из них. Что, в принципе, довольно неплохо. Конечно, хотелось бы большей кастомизации. Ну, и так уже нормально. Что ж, давайте выставим патрули и посмотрим, к чему нас это все приведет. Так, надеюсь, конечно, все это у нас не затянется. Чайпите. Этот символ обозначает, что в данном заведении кто-то занимается противозаконной деятельностью. Так, да-да-да. Вы нашли заведение, где совершаются преступные действия. Ну, давайте туда нагрянем. В этом заведении занимаются противозаконной деятельностью. Я уже это понял. Дайте мне туда сходить, пожалуйста. Разведка. Так, отправим туда художника. И, пожалуй, ворон, гвоздь, гробовщик, ботинок. О, боже мой. Кого я набрал в свою команду? Давай отправим ботинка. Так, у нас художник и ботинок отправились на миссию. Посмотрим, что они уведут. И кого поймают. Три дня? Серьезно? Так, ну ладно. Я думал, сразу миссия начнется. Можно приступать к заданию. Если, конечно, они не разбежались за это время. Так, ну что ж, гробовщик, гвоздь, ворона. Да, да. Вроде бы меня все устраивает. Можно выставить им какое-то снаряжение, бинты, оружие. Полицейская дубинка. Этой штукой бьют людей. Что у нас тут еще есть? Револьвер. Дробы, к сожалению, нету. Ну, что ж. Если мы будем пользоваться стрелковым оружием, то тогда уровень... В общем, нам надо производить арест без оружия. Желательно. Так что, давай попробуем все-таки обойтись одними дубинками. Так, выставим художника. Нет, нет, нет. Гробовщика. И, наверное, ворона. Остальные пускай заходят с другой стороны. Что ж, двое с одной стороны, двое с другой. Давай посмотрим, что из этого будет. Будет. Так. Наверное, не стоит сразу заходить в помещение. Бой у нас еще не начался. Хотя, они стоят так, как будто... Они уже знают, что мы тут. Так, ну, давай подойдем поближе. Так, пока они нас не заметили. Так. Отлично. Да, они явно не знают, что мы здесь. Так. Сотрудник. Заметил. Погоди. Ну да, тут пока что чисто. Да. Они здесь. Подожди, а мы можем произвести арест сразу? Да елки-палки, нет, не можем. Так. Я надеюсь, что они не сразу на нас нападут. Ну и рожа у тебя, надеюсь. Так. Сразу начался с атаки по нашему следователю. Гражданский пока ничего не делает. Кстати, обычно они, бывает, отбиваются даже получше тех же полицейских. Но пока они бездействуют. Так. Господи, сколько их! И да, как я говорил, официанты тоже, бывает, отбиваются. Причем даже очень хорошо. Так, это кто еще? Ладно. Он пытался ударить его бутылкой? Кажется, да. Кажется, да. Так, ну вот этого уже можно арестовывать. Господи. Фига себе! Официантка тоже в деле. Так, 85% успеха ареста. Давай. Одного задержали. Уже неплохо. Так, а что с тобой? Хм. Ну, мы могли бы его оттолкнуть ногой. Эх ты. Неплохо. Так, и взять его в захват. Либо... Ну да. Давай его просто забьем. Получай. Так, ты у нас... 58% шанс успеха. Нет, лучше его все-таки ударить. Получай. Отлично, минус 1. Так, а этого мы просто задержим. Надеюсь, получится. Под арестом. Да, получилось. Так, у нас остался один... Нет, двое байкеров. Вот ведь залупа конская. Но эта провокация у него не удалась. Так, он продолжает избивать гражданского. Давай попробуем... А, нет, их трое. Их трое. Так. Ну, ему неплохо так прилетело. Ты посмотри. Гражданские очень даже хорошо сопротивляются. Слушай, я бы сказал, что мы даже тут как-то и не нужны. Гражданские сами справляются. Так. 88% шанса успеха. Ареста. Так, давай ты. Задержим. Отлично. Что ж, остался один. А мы сможем его... Да, мы сможем его задержать. Эх ты, не удалось. Да что же такое? Так, нет, 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 нет. Нет, я хочу другого атаковать. Другого. Вот того. А, все, можно поворачивать камеру. И переключаться. Да, вот. А, я хотел другого. Этого. Арестовать. Возможно сделать? Нет. Так, давай попробуем. Ну. Получится. Да елки-палки, он увернулся. Как это вообще произошло? Ну, давай тогда задержим хотя бы вот эту. Так, задержали. И у нас остался один противник. Взял в захват. И кинул. Но хотя бы много урона не нанес. Избивают гражданских. Так. Гражданские продолжают неистовать. Возможно даже у них получится. Да, они просто забили его. Ты посмотри. Я даже не знаю, зачем я приходил в это заведение. Глухой бродяга. Успех. Рейтинг идеально. Требуется отдых. Художник. Художнику требуется отдых. Так. Странно, что не вдохновение. Ээээ. Грабовщик. Давай, пожалуй, возьмем удар по яйцам. Он довольно эффективен. Сделана засада. Наблюдение за заведением позволяет узнать, кто его посещает. Осмотрите место преступления и найдите улики против преступных группировок. Так, а мы можем досмотреть место преступления. Пускай у нас отправится на это дело криминалист. И, пожалуй, ботинок. Я не помню, кто у нас. А, следователь. Отлично. Посмотрим, что они найдут. Так. Замечены преступные действия. Вы нашли улики и информацию об этом заведении. Сделано. Осмотреть место преступления. Ну, пока что игра... Довольно своеобразная, я бы сказал. Меня, конечно, удручает, что тут нету более глубокой кастомизации персонажей. И сама прокачка оставляет желать лучшего. На месте преступления находились люди, которые пытались спрятать улики. Мы арестовали их. И выяснили, что эти улики указывают на виновность поршней. Найти владельца заведения, которые участвуют в преступной деятельности. Так. Ну, что ж. Мы можем уже начать искать владельцев. Так. А это еще что? Герцог Йорцкий. Это парикмахерская пользуется популярностью у студентов. Доступные цены и разнообразные прически, за которые вас не исключат из университета. Только для мужчин. Так. Ну, давай отправим ботинка и, наверное, гробовщика. Посмотрим, что они там найдут. Установить владельца. Так. Мы нашли владельца. Вы нашли владельца заведения, которые участвуют в преступной деятельности. Вся деятельность поршней в нюйме прекращена. Теперь нужно довести дело до конца. Устроить налет на их штаб-квартиру. Так. А где она? Ты мне сообщишь? А. Вот она. Использовать ордер на обыск. Ну. У нас, конечно, не все люди доступны. Но. Давай попробуем. Иначе, я думаю, они попытаются скрыться. Так. Погоди. Ай. Блин. Надо было набрать больше людей. Что ж. Давай возьмем пистолеты. Все-таки это куда серьезней. А дробовиков у меня нету. Жалко. Жалко-жалко. Ну что ж. Да, у всех оружие есть. Так что посмотрим, к чему это нас приведет. Задняя дверь. Погоди-ка. Не используйте чрезмерную силу. Ну, нас все равно просят не стрелять. Но будем действовать уже по ситуации. Что мы тут можем предпринять. Ну, ты посмотри. В принципе, заведение... Нет. Гражданские здесь тоже есть. Давай подойдем поближе. К двери. Ай, блин. Заметили. Как же ее заметили? Так, это гражданский? Это гражданский. Босс. Это гражданский. Хм. Так, ну давай, пожалуй, встанем вот здесь. Детектив отдела убийств. Так, встанем, наверное, сюда. Будем уже действовать по ситуации. Так, а вы, наверное, заходите внутрь. Так, погоди. Да, все-таки... Блин, я даже не знаю, куда встать им. Так. Слушай. Ну, я могу начать его атаковать? Думаю, да. Наверное, стоит все-таки. Не с места. Хм. Если это заметит, начнется перестрелка. Нет. Я точно не заинтересован в этом. Давай тогда попробуем сделать угрозу. 56%. Хм. Нет, думаю, эффективнее будет сразу огреть его дубинкой. Как бы это ни звучало. Так. Подавление. Захват. Ну, смотри. Задержать у нас их не получится. Поэтому придется все-таки сражаться. Давай тогда еще раз нападем на него. На этот раз будет у нас новая цель. Так. Гражданские отбиваются. Отлично. Он взял его... Ууу. Ударил об стол. Мудак. Но оскорбление провалилось. Вообще, провокация. Так. Он взял нашего полицейского и кидает его в землю. Ну, что ты будешь делать? Ууу. Он отобрал у нас дубинку. Не знаю, это... Твоя мать хомяк. От отца пахнет бузиной. О, господи. Ну, слушай. Блин. Он провел критическую атаку. Так. А можем ли мы доставать пистолеты и уже отстреливаться? Я даже и не знаю. А что ты здесь делаешь? Ищешь грязные трусы? Что? Что он несет? О, боже. Так. Отлично. Но он и не упал. Слушай, ну... В помещении... Там совсем, конечно, беда у нас. Тут гражданские все же и так сделали без нас. Действительно, я не понимаю, что мы вообще здесь делаем с своей полицией, если гражданские прекрасно справляются. У них и так все выходит. Так, ну, слушай. А, нам в любом случае придется сейчас отбиваться. Давай попробуем сделать удар по яйцам. Так, получилось. И давай сразу сделаем арест. Арестовать врага. Так. Погоди, а зачем ты мне предлагаешь сотрудника арестовывать? Мне ведь нужно... Этих бандитов... Как-то обезвредить. Ну, ладно. Надо бы все-таки было зайти в помещение. И под арестом. Так. А тут у нас дела, конечно, совсем плохи. Ну, давай его арестуем. Давай его арестуем. Конечно, можно было бы его как-то забить, но нет. Все-таки возьмем его под арест. Так, а что мы тут делаем? Уф. Бутылка... Но не попал в сотрудника. Так. Они не продолжают хотя бы избивать моего лежачего следователя. Что, конечно, радует. А, переключился на гражданского. И как бы это ни звучало, это для меня хорошо. Так. Он забивает моего полицейского дубинкой. Хм. Гражданские пытаются дойти до этого байкера. Байкера, но... У них как-то не выходит. Так. Ну, слушай, мы уже можем ее забить. Так. Не получилось. На этот раз попала. Отлично. 90% шанса успеха на арест. Так. Получилось. Что ж, у нас остался один преступник. Ммм... Ммм... Да. Конечно. С одной стороны, можно было бы его атаковать. А с другой... Блин его знает. Ну, давай тогда... Хмм... Что нам делать? Ну, давай тогда попробуем его захватить. Отталкивание ногой можно было бы сделать, но нет. Это бессмысленно. Попробуем сделать захват. Так. Да. Давай. Блин! Зачем ты с этой стороны попробовал? А, ему же надо зайти за спину. Ёлы-палы. Давай тогда в спину его. Толкай. Странно. Он, получается... Ему надо обходить его? Нет. Но получилось, конечно, так себе. Один пытается скрыться! Блин. Упустили. Так. Сотрудник. Блин. Он не добежал. Они не добежали, к сожалению. Так. Ну, смотри. Мы могли бы... А мы можем догнать? Или он уже скрылся? Блин. Мне кажется, он скрылся. Давай тогда попробуем... Сейчас. Нет, нет, нет. А, кто сейчас сходит? Ты? Ну, я думаю, она не успеет добежать. Так что... Да. Она, в принципе, ничего тут не сделает. Давай тогда хотя бы подойдем. Да, сэр! Тоже, в принципе, неплохо. Так. Ну, смотри. 91% на успех атаки. Это было как-то кисло. Захват, либо взять его под арест. Слушай, ну, я даже и не знаю, сколько мы ему отнимем. Ну, за две атаки можем и уложить его. Либо взять его... Хм... Давай просто арестуем. Просто арестуем. Но... Скажем так, забить его придется. Так. Он... Нет, не оглушен. Ну, то есть арест с малым шансом. Так что придется его дальше бить. Так, поршни делают провокацию. Да, сотрудники гражданские спокойно справляются. Я думаю, если бы они напали на нас, они бы спокойно и нас забили. Так, наш ход. Ну, давай найдем преступника, который скрылся. Так, а вот и он. 100%. А мы можем его схватить? 56. Давай, давай, давай. Отлично! Я уже думал, он убежит. Но нет, у него не вышло. Что ж, на этом будем заканчивать. Я вряд ли вернусь к этой игре. Не скажу, что она меня зацепила. Но, надеюсь, видео было не слишком инылом. В любом случае, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...